Приветствую вас! Понимаете, какая штука? Приятность к нарисованному герою может означать достаточно много. Это может означать, в общем-то, немного смещенный образ мужчины, который у вас вполне возможно иметь место быть. Привязанность к нарисованному герою может отражать ваши собственные переживания, ваши собственные желания, ваши собственные какие-то нереализованные мечты, которые у вас есть, но с которыми вы не можете ничего сделать, и которые никак не были вами реализованы, поняты и, собственно, отреагированы. Наконец, нарисованный герой может представлять из себя такой, своего рода, линейный комплекс, когда человек, значит, ну, связывает вот героя, да, значит, связывает персонажа с какими-то своими переживаниями, собственными, личными переживаниями, вот, какими-то недоверщёнными делами, возможно, вот. И, вы знаете, ну, давайте будем с вами, наверное, честны, да, и скажем, что советы, советы, вот именно советы, здесь, ну, на самом деле, не помогут, потому что тут нужно искать. Нужно искать. Нужно искать. Искать и работать с вами. То есть смотреть, значит, что для вас значит этот герой, нарисованный, да, нарисованный персонаж, что он для вас значит, какое вы придаете значение ему, этому герою, вот. Вот. И, собственно, так далее. Вот. И так далее. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь можно работать как в транзактном анализе, здесь можно работать как в методах свободных ассоциаций, так и возрастной регрессии, ну то есть методов в принципе много. Но соответственно зависит всё, ну на мой взгляд, именно от вас, то есть вот если вы хотите с этим разбираться, то соответственно ну тогда разбираться с вами будем вместе, если хотите разбираться. Вот, если соответственно вы задали свой вопрос ну просто из праздного любопытства, да, то есть чтобы вот просто совет получить какой-то, вот, то я рекомендую вам ну собственно пересмотреть вообще свой жизненный путь, да, и вот у вас много, много раз звучит эта фраза, что что взрослая там тётя, что тётя сослала с ума, что завтра в возрасте там подростковым, вот, то есть всё это говорит о... Долженствовании. Долженствование. Долженствование. Это как раз таки такая история, что надо. Вот надо, я должна, надо, вот. Но это... Это очень редко про... про самого человека, очень редко про его желания, вот. Очень редко про то, что человек сам хочет, вот. Вот очень редко. И соответственно здесь только прислушиваться к своим собственным чувствам, потребностям, вот. И, собственно говоря, реализовывать их более адекватно, реализовывать их более, скажем так, тщательно, реализовывать их, скажем так, более целеустремлённо. Да. Может быть. Вот. То есть варианты вот в принципе они такие. То есть такие варианты могут быть. Если не работать с вами. Да. А если не... Значит... Ну если как-то этим не заниматься. Вот. 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 Вот то, что я могу вам сказать. То есть понимаете, отношения с мужем нужно анализировать. То есть вот, ну... Понятно, что они у вас есть, отношения. Понятно, что, наверное, своего мужа вы любите, вот. Но... Вполне возможно, да, что есть какие-то подводные камни, которые, собственно говоря, не позволяют вам чувствовать себя счастливой. Вот. Вот. И на данный момент, да, пока что вы с этим миритесь, вот. Ну то есть мирились, точнее. А... Потому что считали, что это нормально. Вот. Но время пришло, и теперь вы уже перестали это делать. Да. То есть... Время пришло, и вы... Вот. Как бы этот человек, этот персонаж, он открыл вам. С новой страны вас. Вот. И теперь нужно что-то с этим делать. Да. Подростковый возраст, это возраст желания, это возраст потребностей, и... Вот. От того, насколько вы готовы себя исследовать, себя узнавать, развитие будущее. Либо вы сойдете с ума, пытаясь... Пытаясь... Эээ... Вернуться в прежнее русло, да, ну... Ну то есть там, где вы были. Вот. Либо вы... Эээ... Изменитесь и станете другой. Это страшно, это больно, но это... Это нужно, это необходимо, чтобы вам сохранить свое здоровье. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ну т.к. Например.